Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис. И вместе со мной сегодня работает оператор Михаил Осетров. Мы колесим по перманским дворам и улицам на автомобиле японской марки Datsun от компании X-Auto на Спешилово 105 в Камской долине. И начнем с телезрических кадров дня. Владимир Маргунов прислал фотографию вот этой вот четырки с брутальной штукой на крыше и подписью «Классная запаска». Факт. Классная. А Валерий Генералов до слез рассмешил вот этой вот этикеточкой на носках. Стань красив и нежен в носках свежих. Додумаются ведь. Чуть не три месяца жители первого подъезда, дома номер 51 по улице Крупской, бодались со своей управляющей компанией «Модель комфорта». Они просили убрать от подъезда строительный мусор. Как видите, чистенько, мусор убран. А теперь давайте зайдем в подъезд и посмотрим, куда убрали. Собственно говоря, мусор-то ведь никуда и не делся. Вот они, мешочки, под лестницей в подвале лежат. Что называется, нашла управляющая компания самое подходящее для них место. А между тем, и вам это любой спец по безопасности скажет, в подвале не должно валяться лишнего хлама, потому что там общедомовые коммуникации. Потому что, ну просто потому, что там не должно валяться никакого хлама. В Перми подморозило, и горожане тут же начали жаловаться на скользкие дорожки. Так вот, непочетное звание одного из самых скользких микрорайонов Перми можно смело присваивать юбилейному. Здесь и на пешеходках не здорово, и на конечной остановке. Микрорайон юбилейный тоже удовольствия никакого. Под ногами гольный лед. И вот этот вот уклончик, ступенечка, тоже ледяной. Спрашивается, а где же здесь безопасность пассажиров? Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. Автор самого интересного сообщения получит вот этот вот рюкзачок, фирменную футболку нового мультфильма «Стражей галактики», магнитную фоторамку и, конечно же, вот это вот приглашение на двоих с открытой датой от киноцентра «Киномакс». А посему? Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы и сайт телекомпании «Рефе» в интернете. Встречайте завтра Анну Водоватову, ну а Игорь Гиндис и Михаил Ситров на этом заканчивают свою работу. Свидимся. Спасибо. Удачи. Пока.